Всем привет! В этом видео я расскажу про очень интересный гриб, который на самом деле может быть опасен для человека, поселяясь в организме и вызывая смертельные микозы, но про это, а также его лекарственные и пищевые качества немного позже. Сейчас же расскажу про его название. Челелисник обыкновенный обязан своим названием очень необычному и очень красивому строению геменофора, который является уникальным в царстве грибов. Геменофор щелелисника пластинчатый, но при этом край каждой пластинки расщеплен надвое, так что между краями пластинок образуется щель, что и отражено в названии, но и это еще не все странности строения. То, что мы считаем одной шляпкой, по сути является множеством сросшихся отдельных маленьких шляпок в один веер и в местах срастания шляпки также срастаются не до конца, тоже образуя щель, что очень хорошо видно на этом рисунке 1909 года, сделанного британско-канадским микологом Артуром Генри Буллером. Такое строение геменофора дает сразу два преимущества. Во-первых, это увеличивает его площадь, соответственно увеличивая количество производимых спор. А во-вторых, во время засушливого периода, как показано в нижней части рисунка, края пластинок сворачиваются и закрывают недозревшие споры, защищая их от высыхания и гибели, а также предотвращая распространение уже созревших спор во время неподходящих условий для их прорастания. Даже гербарные образцы, собранные десятки лет назад, при увлажнении раскрываются и продолжают спороношение. Известный случай с 50-летними образцами. Также этот вид уникальный с точки зрения полового размножения. Мы привыкли, что у большинства живых организмов пола два, у некоторых организмов их немногим больше, но щели-листник имеет не менее 23 328 разных полов, каждый из которых совместим с 22 960 разными полами в популяции, то есть более чем 98,4% остальной популяции. Такое большое количество полов приводит к повышению общего генетического разнообразия в популяции. Возможно, именно такая стратегия в морфологии и половом разнообразии позволила этому виду стать космополитом. Он растет на всех континентах, кроме Антарктиды. Абсолютно везде, где есть древесина, от пустынь до тропиков, так как растет он на любой мертвой и иногда живой древесине лиственных и хвойных пород. Эти грибы по-настоящему вездесущие. Чтобы их увидеть, не нужно идти в лес. Они есть в каждом населенном пункте, практически у каждого дома. Активно плодоносят они с середины лета и до поздней осени, а в последние годы с теплыми зимами, то и зимой. Но плодовые тела у них в большинстве случаев однолетние и к весне отмирают. При этом прошлогодние мертвые и сухие плодовые тела довольно долго сохраняются на субстрате и их можно встретить в любое время года. Хотя известны случаи и многолетнего плодоношения. Растет челелистник одиночно или черепичатыми группами. Плодовые тела до 7 см в диаметре. Форма плодовых тел зависит от расположения на субстрате. При боковом креплении плодовые тела веерообразные с рудиментарной боковой ножкой. А при расположении снизу субстрата они округлые или колокольчатые. Край лопастной подвернутый внутрь часто глубоко рассечен, особенно у зрелых экземпляров. Сверху этот гриф выглядит довольно непримечательно. Его поверхность сначала бархатистая, мелко опушенная, а с возрастом становится войлочной. Цвет также меняется со временем от белого, сероватого до светло-коричневого или буроватого. На старых плодовых телах поселяются цианобактерии, окрашивая поверхность в зеленые оттенки. Цвет молодых пластинок белый или серый. С возрастом становится лиловато-винного цвета. Чилилистник обыкновенный не ядовит, но в большинстве стран не собирается и не употребляется в пищу. Хотя в Китае, Мексике, Индии и других тропических странах его едят. В частности в Индии, в штате Манипур он известен как канглайен. И является одним из любимых ингредиентов для блинов в стиле Манипуре, называемых пакнам. При этом мякоть гриба тонкая и очень жесткая, со слабым вкусом и запахом. Предпочтение жестких грибов в тропиках объясняют тем, что нежные мясистые грибы быстро гниют в жарких и влажных условиях, что затрудняет их сбыт. Хотя, как по мне, этот аргумент как-то слабоват. Теперь про самое страшное. Известны редкие случаи заражения людей этим видом грибов. Люди преимущественно болеют микозами, вызываемыми микроскопическими грибами. И щелелистник, наверное, единственный макромицет, способный прорастать в организме человека. Как правило, заражаются люди с иммунодефицитными состояниями. Но известны случаи заражения людей с нормальным, но ослабленным иммунитетом, в частности у детей. Преимущественно щелелистник вызывал микозы носоглотки и легких, но также известны случаи поражения кожи и мозга. На этом фото выделены из тканей человеческого мозга культура щелелистника с плодовыми телами на агоризованной среде. Изначально гриб проник в легкие, а после этого в мозг, отчего данный человек, к сожалению, умер. Но, к счастью, таких случаев на сегодня известно не более 100 на весь мир, хотя есть мнение, что оценка распространенности заболеваний человека, вызванных обыкновенным щелелистником, может быть сильно занижена. Из-за трудностей идентификации возбудителей микозов. Помимо людей, также имеются и подтвержденные случаи заражения собак. Ну и напоследок я расскажу о позитивных качествах щелелистника обыкновенного. В народной медицине Китая он используется давно, а не так давно он привлек внимание и медицинской промышленности, благодаря своей иммуномодулирующей, противоопухолевой, противогрибковой, антибактериальной и противовирусной активности, которая выше, чем у любого другого гриба, содержащего бета-глюканы. Бета-глюкан, выделенный из щелелистника, называется шизофилан. Именно он и обеспечивает все лекарственные эффекты этого гриба. Но и тут не обошлось без ложки дегтя. Известно, что щелелистник поглощает и концентрирует из окружающей среды тяжелые металлы, в частности, кадмий в огромных количествах. Хотя это делает его, в свою очередь, перспективным видом для биоремедиации. В экспериментах высокие концентрации урана и редкоземельных элементов в шахтных водах были значительно снижены за счет инкубации в них щелелистника. Вот такой он непримечательный, но очень разносторонний и удивительный гриб-щелелистник обыкновенный. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.